Ну что, ребят, всем привет-привет! Приветствую вас на канале Просто Мария. Сегодня у нас просто мукбанг. Будем болтать, читать комментарии и делиться с вами новостями, которые у нас происходят и творятся. Так, ну, берите вкусняшки, погнали кушать со мной и болтать. Читать комментарии будем под видео, где мукбанг выставляла я один день назад, когда уже к сестре приехала. Давайте начнем с самых новых комментариев. Вообще, конечно, я хочу очень сильно есть, уже все покушали, а я все никак. У меня здесь куриные котлеты, огурцы с морковкой, с капустой по-корейски, и пюре с красным подливом, с томатным. Так. Сейчас будем читать. Анна Громова. Это вы у родной сестры? Да, это моя старшая родная сестра. У нас разница с Олесей 5 лет. Она старше меня на 5 лет. Они сейчас живут в Приморье. И мы увидимся на Новый год. Ну, как получится у них. Либо вот летом на море все вместе ездим. А сейчас мы у сестренки. Они живут в Раздольном. Это совсем рядышком с морем. Владивосток, что-то 40, по-моему, километров. И Уссурийск. Короче, где-то по... А, 26 Владивосток. До Уссурийска сколько, Макс? До Уссурийска 15. До Уссурийска 15. Короче, посерединке почти как-то так. Так, Галина Рыжко. Добрый вечер, Маша. От сестры до моря вам еще далеко ехать? Много ли людей на пляже в палатках отдыхают? Всего доброго вам, здоровья, счастья, радости, удачи. Галина, здравствуйте. Спасибо большое за пожелание. Ну, вот вчера мы ездили. с разведкой в Славянку. Это 100 с лишним километров. 113 или 114. Хасанский район. Море. Там в палатках отдыхают. Мы хотели там отдыхать. Ну, Санек начал сопливить. И мы решили немножко подождать. Мы никуда не торопимся. У нас времени еще уйма. А тем более мы море сами не обогреем. Мы вчера поехали, погоды нет. Туман, ветрище, на пляже. Вообще ветер. Я даже не купалась, честно. Очень холодно. Я не рискнула. Санька тоже даже ножки не мочила. Потом мы ездили в Безверхово. Это тоже там рядом. Везде, короче, я поснимала. Влог выйдет либо перед этим видео, либо после. Но никто, кроме племянника, не купался, кроме Макса. Не рискнули. Ну, посмотрели. Да, в палатках людей много отдыхают. Самое прикольное. Идем уже с пляжа. Сидит. Шашлыки жарят ветров. А, в куртке, в пуховике. На улице ветрище. У меня грибедники. Ну, а вот у кого безвыходная ситуация? Приехали издалека. Например, с Четинской области. Из-за Байкальского края. Приехали отдыхать в палатках. А куда им деваться? Погода не погода. Раскладывают лагеря там, эти палаточные. Отдыхают люди. Кто-то и купается. Но я, правда, не рискнула. Дождемся погоды хорошей. А так, рядышком они сейчас от моря живут. Вот до Шамары. Ну, 40 максимум километров. Так. Так. татьяна семенихина мария как вы приучили сына горшку привет так как приучили ну вообще когда он еще был вообще маленький я его начинала писать ванну на ручках держала потом приучила вроде горшку он ходил на горшок потом на отрез отказался в памперсы в памперсах ходил потом я отпустил эту ситуацию стало больше короче днем он у меня без памперсов стал ходить только на ночь ему памперс одеваем это сейчас уже не одеваю уже наверное неделю и короче вот он днем без памперса у меня ходит него горшок на видном месте стоит конечно и я его периодически сашуль хочешь писать он нет я группа идем по писи потому что ему же нужно привыкнуть я так пару раз его пойдем пойдем по писем пойдем по писем в итоге он сейчас сам горшок на видном месте он подходит мама пись пись я говорю где твой горшок он идет на горшок сам пись и напоминать надо это сто процентов часы потому что иногда не напомнишь заиграется и все сейчас вот на ночь вроде тут у них хочу сглазить а то вы знаете как бывает только скажешь что нибудь и более капец так также задала мне вопрос татьяна больно колоть межбровку ну в общем я колола на работе когда работал у нас косметолог очень классный но в перерывах пока там у нее клиента нет у меня все это как-то знаете быстро во первых она сделала меня даже не поняла мы ничего не обезболивали да это все такие минуты секунды какие то что я даже ну да больно если честно но все больно но терпимо это быстро это не долго это не 5 не 10 не 20 минут там те коля ну конечно что еще за специалист но мне прям быстро она ну видите уже закладывается первое время вообще как бы по ну было более гладко я вообще не могла вот так свести брови сейчас вот уже сводится бровь меня здесь вот заложилась машина вероника вероника машуль привет очень круто что получилось поехать я тоже очень хочу хоть раз побывать на море олесе и сергею огромнейший привет от меня привези пожалуйста с моря маленькую ракушку на память так вероник привет тебе огромный спасибо большое олеське сереге все передам сейчас привет а так все заметано какую-нибудь ракушку те найду блин чё я вчера короче были на пляже проходила мимо куча ракушек таких просто лежали чистеньких хороших песке чё я не забрала короче чё не посмотрю так потом вчера выставила луковую маску посмотрим я сейчас по вопросам пройдусь чтоб так потому что комментариев там ну приличный я сейчас по вопросам пройдусь сейчас надо в аптеку ехать эличка задает вопрос вы уже на море на каком так мы живем сейчас у сестры мы приехали к ней в гости и они рядом с морем на ходе ну живут сейчас можно хоть куда поехать 160 андреевка хасан славянка 113 раздольная рязанов короче здесь куча куча всего на машине здорово все рядом так ольга оленька написала маша установите донат хочу вам несколько помочь оль конечно мне очень приятно спасибо тебе большое у меня в описании под видео везде есть я добавила не думала что я буду добавлять ну добавила это яндекс завела кошелек и сбербанк у меня там поэтому под каждым видео мне ой язык прикусила это наверное от голода что тороплюсь под каждым видео у меня есть и в описании тоже так ребят на у нас еще такая получилась вчера ситуации не очень клёвая мы в обед выехали проехали два пляжа посмотрели два места и уже назад когда ехали нам оставалось до раздольного 19 километров на подъеме на мосту короче у нас заглохла машина получается мы ехали на двух машинах мы ехали мама папа я санька племянник мой макс мы ехали в машине в одной сестренка с мужем вперед ехали короче они уже доехали до дома до раздольного тут мы заглохли прямо на трассе 19 километров нам осталось я говорю хорошо связь была короче ну ничего все живы-здоровы все хорошо это самое главное вот сестренка вернулись нас в итоге тянули потихонечку до раздольного до дома на тросе сейчас машина стоит во дворе у нас воскресенье никакие ничего не работает здесь такая как бы можно сказать деревня ничего не работает я удивлена была даже аптека нет никакой дежурной аптеки которую можно да там допоздна чтобы работала короче я теперь не знаю когда и чем мы поедем может быть будем сестрой ездить на их машине ну соберемся там дети мама пока папа будет машину ремонтировать если будет погода будет может быть на шамару ездить потому что самая близко а так сейчас пока машину отремонтируем непонятно когда что сколько это стоит это самый главный конечно вопрос короче вот такая непредвиденная фигня я говорю вот так планирую что-то начинаешь что-то планировать и обязательно какая жопа появляется то приехали санька вроде все берегла его переодевала когда потеет машине все вроде смотрела за ним тут засопливил сегодня начинает подкашливать я думаю ну дай бог я его луком мажу но смою сейчас поеду в аптеку надо взять обязательно противовирусный эргоферон лазалван хочу взять детские сопелки ему дышать эти ингаляшки такие наклеиваются чтобы дышать ему было легче короче вот так что-то планировать у нас сегодня дождь поэтому мы никуда не поедем смотрела прогноз на море погода нет ну а рисковать ехать мы море сами не обогреем мы никуда не торопимся мы в гостях мы семьей поэтому пока так поэтому мариван еще не не весил немного нос повесил но ничего как говорится временные трудности дай бог все наладится погода наладится машину отремонтируем все будет хорошо самое главное чтобы никто не болел чтобы все были здоровенькие остальное все такая ерунда вот ну что ребят поеду я в аптеку саньку за лекарствами вам спасибо огромное за поддержку за лайки за комментарии что поддерживаете спасибо огромное вам желаю всем огромного позитива море море позитива чтобы все ваши желания сбывали все что вы запланировали чтобы у вас получалось и никакая фигня на пути не вставала вот ну и здоровье самое главное а так до новых встреч пока пока